Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбых невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Прошло уже полмесяца с момента моего появления на свет в очередной раз, и вновь хочется от всего сердца поблагодарить всех вас, и всех своих родных и близких за то, что вы есть, за то, что поддерживаете, любите, утешаете, помогаете. Видимо, наступает такой возраст, когда, не знаю по какой причине, слава Богу, не переживаешь сильно за то, как день рождения пройдет и сложится. Хотя очень много людей и всегда понимают, ну там, как это все сделать, чтобы и сотрудники, и добровольцы, и сестры милосердия, и братья, и родные и близкие, и как это вот все в одно свести, чтобы никого не забыть, не проявить невнимание. Я помню, лет 10 назад это просто вот, ну день рождения, это всегда как для лошади свадьба. Вот у нее морда вся в цветах, а все остальное в мыле. И все беспокоишься, и сам день — это всегда тревога. Как он пройдет? Что такое? Кого там забыл? Кто придет? Кто не придет? И такой напряг, и никакого утешения. И вот прошло несколько лет последних, я как-то обратил внимание, что, ну слава Богу, я в этот день просто радуюсь. Радуюсь людям, которые пришли. Кто захотел, тот пришел. Прямо вот специально какой-то раньше там списки составляли, этого не забыть, этого пригласить. Кто пришел, с тем порадовались, помолились за литургией, посидели за столом, пообщались. И как-то удалось праздник для родных немножко развести с праздником для сотрудников. Потому что раньше тоже такая история, пригласишь, пригласишь, там 100 человек народу, и за всем этим папа с мамой где-то затеряются, слов на всех не хватит. И как-то так смазано получается. А сейчас раз, ну получается предпразднство, празднство, попразднство. В общем, как все по церковному уставу есть, так и идет. И на каждой встрече находятся именно те люди, которые, ну, которых Господь привел. И ушла вот эта какая-то тревожность, беспокойство. Как оно? Наверное, потому что ушли ожидания. Ведь всегда трудно справляться с неоправданными ожиданиями. Ты себе что-то такое придумал, там, наметил, запланировал, а оно раз и не сложилось, и все. И как-то начинает какой-то червячок там подъедать, подъедать, и весь праздник омрачается. Слава Богу за все. Вот как оно есть, так и есть. У преподобного Авва Дорофея был жизненный принцип. Я хочу так, как будет. Я хочу так, как будет. Дарю. Пользуйтесь. Потому что, правда, мы слишком много суетимся и печемся о многом. А у Бога, у Него же все на примете. Но чтобы подарить нам радость, праздник, мир, Богу важно за что-то зацепиться внутри нас. А зацепиться Он может только за смирение, за покорность Его воли. «Отче наш, да будет воля Твоя. Как будет, так будет». Конечно, это не пассивная позиция, что лег на волны и куда вынесет. Хотя иногда это очень полезно. Особенно, когда все давит со всех сторон. Просто с упованием на Бога. Ляг на водичку реки и расслабься. Пусть тебя какое-то время понесет. Без твоей включенности, без твоих управленческих решений. Это бывает совершенно ни к чему. Потому что у Бога, у Него все есть. У Него есть все решения. У Него есть любая помощь, привлечение любых специалистов любого уровня. Но для этого нужно Богу довериться. Вот так вот на Его руки лечь. И очень хочется искренне пожелать всем сердечного мира. И в такой беззаботности, не безголовой, а чтобы суета не раздергивала наше сердце. Чтобы не было вот этого тремора, который все время там, как оно, что будет, как, где. Конечно, это требует какой-то и включенности в жизнь, и молитвенного дела, и близких, родных людей, которые рядышком, которые поддержат. Пусть у всех будет мирное и радостное сердце. Помогай нам всем, Господь. Господи сил, помилуй нас.